Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО популярен у славянских школьников. Активное участие юных славянцев в соревнованиях чемпион ГТО-2023 еще раз это подтвердило. Преимущество физкультурно-спортивного комплекса ГТО – гармоничность и доступность для всех возрастных категорий. 120 ребят из 15 школ Славянского района собрались в спорткомплексе «Лидер», чтобы выяснить, кто из них сможет побороться за первое место. Районные соревнования «Чемпион ГТО-2023» первый раз проводятся на территории муниципального образования Славянский район. Базой для проведения мы выбрали спортивный комплекс «Лидер». Также они проводятся по четырем видам. Подъем туловища, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, наклон туловища и прыжок с места. Такие соревнования – настоящий праздник. В этом уверены многие их участники, которые упорно готовились, чтобы проявить свои лучшие качества. Я увлекаюсь физкультурой и спортом, занимаюсь футболом. Мне это очень нравится. Наша команда очень дружная. Мы всегда поддерживаем друг друга. Мы очень готовились к этим соревнованиям. Я надеюсь, что мы выступим очень хорошо. Дружба с физкультурой и спортом помогает ребятам жить и учиться. Я очень люблю ГТО, и для меня есть цель, которую я очень сильно хочу достигнуть – это получить золотой знак ГТО. Я люблю физкультуру, потому что я очень сильно хочу себя чувствовать уверенной, сильной, способной на все. И поэтому мне нравится физкультура. Да и помогает она мне почти во всем. Даже в том же туризме, баскетболе, в школе и дома. Участники соревнований «Чемпион ГТО-2023» очень старались. Они хорошо понимают, для того, чтобы претендовать на знак высшего достоинства, нужно всерьез заниматься физкультурой. Лучше всех выступила команда из 17-й школы. На втором месте 29-я, и на третьем команда из 30-й школы. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Спасибо.